Ну что, всем привет, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о московском Спартаке, потому что стало известно, что Виктор Моузес восстановится раньше срока. И это важное событие, которое может, на самом деле, серьезно повлиять, в том числе и на чемпионскую гонку. Все-таки давайте не будем пока что сбрасывать Спартак со счетов в этой самой чемпионской дуэли, учитывая то, что «Зенит» в последнее время забарахлил, и, видимо, санкт-петербургская команда это все-таки не машина, они могут давать осечки, и мы это видим, а Спартак тем временем сам смог обыграть «Зенит» и набирает баллы, набирает очки, делает это относительно стабильно, так что здесь, наверное, для Абаскаля и для его команды не все потеряно, и можно будет замахнуться на повторение истории карреры. То есть, когда иностранный тренер пришел и сходу, так знаете, с корабля на балл взял чемпионство. И вот здесь возвращение Моссеса может стать ключевым эпизодом. Почему? Ну, давайте обсудим. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании «Балтбет». Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт «Балтбет», зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей. Ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота. Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрейбет. Итак, во-первых, если кто вдруг совсем уж обрадовался этой новости и надеется, что Моссес, может быть, еще до зимней паузы успеет появиться на поле, ну, я скажу сразу, это крайне маловероятно, ну, а точнее, это вообще невозможно. Травма все-таки была серьезной, и здесь речь о том, что он успеет до, скажем так, Нового года вернуться к работе там над форумой, вернуться к работе, возможно, в общей группе и так далее. То есть здесь не стоит ждать его до Нового года на футбольном поле, но на тренировочных моментах каких-то, в тренировочном процессе он уже сможет принять участие. И это уже ключевой нюанс, потому что мы понимаем, одно дело, когда ты не участвуешь в зимней вот этой подготовке, другое дело, когда ты участвуешь. В России, ну, так уж получается, что зимняя пауза, особенно сейчас, в связи с чемпионатом мира, она по длине фактически такая же, как и летняя. И команда фактически будет закладываться снова, и в плане физики, и в плане тактики, и в плане всего остального. Поэтому здесь очень важно, чтобы Моузес успел, так скажем, принять участие уже в самых первых этапах закладки вот этого фундамента. И физического, и тактического, и так далее. И здесь очень здорово, что он действительно восстанавливается с опережением графика. Не считая того, что это вообще очень хорошо для футболиста возрастного. У ветеранов, которым за тридцатник, ну, скажем так, у них бывают проблемы с тем, чтобы нормально войти в нужный ритм. У них бывают проблемы после травм, когда организм уже понакопительный, знаете, за все вот эти годы карьеры начинает, скажем так, давать сборы. Когда у тебя одна за другой травмы, которых очень много, и в результате срок восстановления после травм становится больше. То, что у Моузеса сейчас все получилось наоборот, сократился срок. На мой взгляд, это очень позитивный знак, который говорит о том, что все-таки Моузес больше нигерийц, чем англичанин. В том плане, что у него как бы английский паспорт, но здоровье как раз как у африканцев. Как у этих африканских футболистов, которые просто как железобетонные ребята, которых не сломаешь, не уронишь и не поломаешь. В общем, здесь Моузес молодец, красавчик, что восстанавливается с опережением графика. И очень здорово, что он сможет принять участие как раз вот именно в построении игры на вторую часть сезона. Почему Моузес важен? Ну, потому что сейчас фактически вот в этой хамелеонистой игре Абаскаля он может быть особенно полезен. То есть сейчас, когда Абаскаль начал тасовать схемы, менять расстановки, ротацию проводить какую-то, именно Моузес может стать вот такой палочкой-выручалочкой. То есть, допустим, Спартак играет в ромб, пожалуйста, Моузес при Абаскале уже наигрывался под нападением на вершине этого ромба. Спартак переходит на 4-3-3, допустим, то, что сейчас часто происходит, это вообще замечательно. Моузес на правом фланге атаки. Отлично. Да, конечно, кто-то вспомнит, что в прошлом сезоне Моузес на этой позиции играл не лучшим образом. Но, знаете, мне кажется, Абаскаль сможет выжать из Вити просто 120% на позиции правого крайнего. Освободив его от ненужных функций каких-то оборонительных, сосредоточив его на атаке. Понимаете, то, как Соболев и Промес прогрессируют при Абаскале, это как раз показательно. И здесь, как мне кажется, Моузес тоже может сделать шаг вперед. При том, что он как бы ветеран, но правильно сделав акценты, правильно выдав ему задания, тренер может добиться прогресса даже от ветерана. Ну, а что касается схемы с тремя центральными, которая также использовалась Спартаком, ну, тут, сами понимаете, для Моузеса многие считают, что это вообще оптимальная позиция. Так уж точно считает Антонио Конте, который использовал Моузеса в этой роли в Интере и Челсе, то есть в великих, больших европейских клубах. И в Спартаке тоже прекрасно себя чувствовал Моузес в этой зоне. И сейчас, ну, учитывая то, что Спартак, конечно, получил трансферный бюджет мощный, по слухам, на зимнее окно, но все-таки мы понимаем, что найти хороших футболистов будет тяжело и из-за санкций, и из-за ограничений, и из-за политической ситуации. Вполне возможно, что Спартаку будет легче просто вот наиграть Моузеса на позиции правого крайнего, чем искать сюда какие-то новые варианты. Ну, в той же самой схеме 3-5-2 или 3-4-3. Потому что Денисов на позиции правого латераля, или там, не знаю, Маслов, или еще кто-нибудь, ну, выглядит не всегда стабильно. Халусевичу, очевидно, удобнее играть слева. И, наверное, лучше бы ему играть слева, учитывая то, как замечательно действует Рыбус в этом сезоне. Поэтому фланги в лице Халусевича и Моузеса могут быть очень хороши при схеме с тремя центральными и двумя окраинами. А деньги, которые выделены Спартаку на усиление, можно будет тогда потратить на какие-то другие позиции, не менее проблемные. Потому что правый фланг может закрыть в виде Моузеса, например. То есть, с появлением Виктора сразу Абаскаль получает куда больше функционала, куда больше вариаций. И при этом Моузес сам по себе игрок высочайшего уровня. И трезубец атаки у Солдгра с Соболевым, Промесом и Моузесом, который сейчас играет при Абаскале великолепно. Что Соболев, что Промес, да и Моузес в матчах при Абаскале был хорош. Если они сделают шаг вперед, если их таланты будут максимально раскрыты, вы знаете, это может быть лучшая атакующая связка в России будет за последние пару-тройку лет. И это будет действительно очень круто. Так что в данной ситуации возвращение Моузеса раньше срока – это огромный плюс для Спартака с точки зрения дальнейшей чемпионской гонки. Который может стать реальностью, в том числе за счет возвращения Виктора Моузеса и его несомненного таланта на футбольное поле. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.